Всем доброе утро, сейчас 7 утра и хочу с самого начала передать всем привет, всем тату-мастерам, которые удачно пиздили клиентов из моих комментариев, я вас знаю в лицо. Итак, продолжим. Было сложно, я думал будет сложно, наверное, выбирать всего 7 человек из около 1000 людей, к тому же было 2300 комментариев, но оказалось все не так-то и сложно, потому что было много не совсем умных людей, которые скидывали экскизы размером метр на метр и говорили, хочу за час, бесплатно. В общем, да, было много таких, было много повторных комментариев, было много всяких трайблов, ну это то есть абстракции в стиле 80-х, которых я в принципе не делаю, и давно вообще многие мастера отказались от этого, это пустая трата времени, но если только ты бабки хочешь заработать, но чаще всего с таких людей взять-то нечего, которые хотят такие татуировки. Так вот, были надписи, была девочка, абсолютный рекордсмен, которая просто побила рекорд всех глупых комментариев и оставила комментарий с птичкой, просто вот здесь вот такой вот маленький ща, я вам быстренько даже ручкой нарисую, размер примерно, вот такой примерно размер там был, вот просто, и максимально близко к ладони, то есть если ты сделаешь вот так, у тебя птички просто не будет. Она, видимо, хотела прятаться, как Супермен, спайдермен. Так вот, выбрал я все-таки, заняло это много времени, но выбрать получилось. Я вот распечатал рисунки, которые прошли, скажем так, которые мы будем делать 14 февраля. Я распечатал размер как бы наугад, просто чтобы показать их в видео, чтобы не вставлять их, как бы, ну так, интереснее, я считаю. Так вот, первый победитель с вот таким эскизом это ананас. Просто ананас с точечками ничего лишнего, сделать за час довольно-таки просто и хотя бы интересно. Ананас это что-то необычное. Если вы обладатель этого эскиза, напишите мне. Так, второй эскиз человек у нас нарисовал сам, советуюсь со мной. И меня это задело и понравилось мне то, что человек сам себе нарисовал эскиз. И, ну, как бы, с какой-то хотя бы тематикой и, ну, образно говоря, историей. Он мне уже написал, соответственно. Вот человечка-девушка, насколько я помню. Такой эскиз с воздушным шаром. Мне показалась эта идея необычной, потому что здесь имеется... Я люблю цветы просто делать. И тут имеются цветы, имеется закат, какой-то занавес, корзиночка такая. Всё, вот, линии люблю ровные. Если вы не дёргаетесь, конечно, и они получаются. Вот, напиши мне тоже. Ещё один эскиз, это такая вот татуировка. Здесь она выполнена на ляхе, но мы будем делать на руку, потому что на ляху это долгое время займёт. На руку мы успеем сделать. Как я уже говорил, я люблю цветы делать вот таких маленьких цветов, похожих на дикое такое растение, не вспомню, как называется. В общем, ну, вот понравились мне вот эти маленькие цветы. Я такие ещё не делал, и поэтому у меня был... Проснулся мне желание сделать это. Тоже напиши мне. Вот эта девушка уже мне написала. Это вот такой вот забавный, весёлый котик в чернухе, скажем так. Он, как бы, вроде не злой и не добрый, но он позитивный, это точно. Будем мы делать вроде как его на кисть. Вот эта работа займёт немного больше времени, потому что на кисти не делать, в принципе, неудобно, но я готов пожертвовать временем, чтобы сделать такой весёлый рисунок, да ещё и на кисть. Следующий победитель – это эскиз Карамбо. Это вот такой вот моржик. У меня девушка, которую я называю моржик. Просто не спрашивайте, почему. Вот, и вот поэтому такой вот эскиз, в общем. Тут вот у него на шапке рыбка такая, типа логотип. Тоже весёлый. Вообще эскизы Карамбо очень хорошие. Тоже напиши мне. И последний эскиз – это тоже парень, сколько я помню. Вот с таким вот «Крепче держись». А, «Крепче держи». Вот здесь вот такой, ну, вы видите, да, штурвал. На котором такая вот надпись «Русский эскиз». Я люблю делать руткие русские надписи. Да и вообще в целом эскиз неплохой. За час мы его успеем сделать. «Крепче держи» – «Свою победу в руках». Приходите, все, кто был в этом списке, в этой стопке, 14 февраля, на абсолютно бесплатную туировку. Что ещё сказать? Много было очень повторений в комментариях. В комментариях просто были люди, которые буквально восприняли мой пост, где было написано «Чем больше ты оставишь комментариев, тем больше шанс тебя выиграть». Это имелось в виду, чем больше эскизов ты оставишь в комментариях. То есть я же выбирал не по количеству комментариев, а по тому, как нравится мне эскиз или нет. И ещё была, кстати, девушка, которая написала, ну, даже, знаете, несколько было таких людей, которые написали, «У меня нет эскиза, но в моей голове задумки вот такие-то, вот такие-то, вот такие-то, если ты можешь, нарисуй, придумай». «Да, конечно! У меня же много, у меня же вообще дел нет других!» «Я же буду сидеть тебе, рисовать бесплатно, по доброте душевной, твой эскиз, который будет являться оригинальным, эксклюзивным, только для тебя, по твоей великой мысли, причём не самой умной, не фактус той, что самой умной, буду рисовать, сидеть». Потом ты придёшь, так руку на стол бросишь и скажешь «Аааа!» И бросишь, тихо, бросишь руку на стол и скажешь «Да нарисуй мне его, я тебе его набью». И ты такая радостно уйдёшь в закат. Конечно! Ты не забывай, что ты в России живёшь, не всё так просто. Видела курс? В общем, всем спасибо за участие. Те, кто не выиграл, обязательно вам повезёт в следующий раз. Потому что конкурсов розыгрышей много. Сейчас просто 7 утра, я не особо хорошо соображаю. Еле собрался, ещё такой помятый. В общем, потому что вчера я уснул с вашими комментариями в обнимку, скажем так. Всё, наверное, не буду долго мучить. И так уже на 7 минут наболтал. Что ещё сказать? Напоследок. Наверное, больше нечего. Всем пока. Всех обнимаю. Тюлюю. Всем пока.